Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал. Сегодня у нас бранч, как мне объяснял наш друг. Breakfast плюс ланч, получается бранч, поздний завтрак. Breakfast, да, это завтрак, ланч это обед. Обед это по нашему обед, часов 12 то, что кушаются, да? Вот, на столе у нас сегодня малосольные помидоры-огурцы, острые перчики, квашная капуста, кабачки по-корейски на зиму, у меня лагман, у Алексея картофельное. А мы тебе это, тачпачпак не подогрели. Мне кажется, подогрели, только он в микроволновке. Нет, вот он лежит. Ну, что ж. Дать? Недожор будет. Недожор? Ага, потом. Картофельное пюре с фрикадельковым супом, микс. А яйца это нам дети отварили? А яйца это от завтрака, потому и бранч. Да, да. Вот, ссылочки на рецепт лагмана, малосольных помидоров, огурцов и квашеной капусты, а также кабачков по-корейски на зиму, мы вам оставим внизу в описании под этим видео, ссылочки на рецепты. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита. Приятного. И мы будем тоже есть. Ну, что, ничего. Че? Почему ничего? Вкусно? Вкусно. Какая-то картошка и мятая, и не мятая. Фрикадальковый же суп. Угу. Я думал, так картошка сама спрессовалась в квадратики. Угу. Лагман обалденный. Хочешь? Я кушаю. Перес, перес. Ух, ё. Ммм, сегодня праздник уже в этом, в Израиле. Ммм. У нас есть зрители из Израиля. С Новым Годом. Там Новый Год, представляете? У нас еще есть зрители из Майами. Угу. Угу. Улечка, Гулечка, все, кто имеет отношение к еврейскому Новому Году, с Новым Годом, с новым счастьем. С Новым Годом. И год там в Израиле сейчас 5708 второй. Угу. Как они нас сильно опережают. Угу. Я еще вычитал, что у них день начинается не с рассвета, а с заката. Как так? Да? Угу. Малосольные тоже прикольные. Как в Корее считают день рождения не с рождения, а сколько годы там считают, да? Угу. За 9 месяцев начинают, да, момент рождения считать. Угу. Угу. В Израиле там, в принципе, всегда тепло, а сейчас, наверное, достаточно жарко. Это самое. Видишь, сколько народов, столько и законов. Угу. Мне кажется, это связано, как этот, привычка. Как-то появилось, как-то привилось, развилось и так далее. Я своих родных бабушек, дедушек никого не видела, к сожалению. Ну, у меня, моей бабушке, родная сестренка, ну, мы уже были взрослыми, она ушла из жизни, царство небесное. Вот. И я ее хорошо, естественно, помню, знаю. У нее и у ее мужа всегда день рождения менялись. Друг с другом? Угу. Ты так сказала. Просто дети, уже их дети этого не придерживались, а они всегда по лунному календарю отмечали дни рождения. Угу. Если там сегодня у нее 22-го июля, то завтра у нее могло быть в августе день рождения быть. Ну, не завтра, а в следующем году. Ой, вернее, да, в следующем году. Ну, там нормально так, по два-три раза в год. Это никакой печени не хватит. Угу. Отмечать. А я раньше всегда отмечал с институтскими друзьями, потом с родными и с друзьями из своего населенного пункта, так сказать, которыми дружил все это время. Дворовыми. Дворовыми, да. Так что мне тоже по три раза обязательно отмечалось день рождения. А я уже говорил о моем день рождения. Вместо третьего апреля всегда отмечалось пятого. из-за корейского праздника. Да. Родительский день. Все равно родители готовят, накрывают стол, а потом мое день рождения отмечали. У меня коллега была, давно еще на нефтебазе работали. У них с мужем в один день день рождения. И вот сколько они отмечают в день рождения, всегда все подарки получаются больше жене. Там всякие мясорубки. Ну, такое еще больше для жены. А ему, муру своему, она давно-давно еще затеялась дарить часы. Ну, такие. Да, да, про все, про эту примету она знает, что там часы не дарят, берет монетку, та-та-та. Но у него за годы совместной жизни собралась такая нехилая коллекция часов. Вот таких хороших. Не совсем, как это, китайских самодельных, одноразовых. У вас было в детстве такое, попался лавровый листик? Тебе письмо. Да? Что за прикол? Это же не правда. Мы сегодня опять снимаем в экстремальных условиях. Вроде как небольшой запас у нас образовался с мукбангами. С рецептами. С мукбангами, с рецептами он всегда есть запас. У меня, не у тебя. У тебя нет запаса, у тебя всегда тык-впритык. А с мукбангами был тоже запас, образовался, но мы вчера не снимали в мукбанге, потому что ездили отмечать годовщину совместной жизни наших, годовщину свадьбы наших друзей. На какое число? Восьмое, да? На девятое еще рано привет передавать. Наверное, да. Татьяна Афанасьева, приятного аппетита. Алексей очень внимательный и заботливый. Оля, ты растишь хороших мужчин. Можно вопрос. Вы наказываете детей за провинность и как? И можно привет. Татьяна Афанасьева, привет огромный. Привет. Детей наказываем. В большей степени Мишу, в меньшей степени Олега. Очень-очень редко, наверное, раз в два года, можем поставить его в угол, когда он уже совсем неуправляемым становится. А так больше, как наказываем? Больше читаем морали. Да. Вот. Та-та-та. А если б та-та-та, то та-та-та-та-та. Как-то так. Ну, Мишу мастер, да это самое. Можем прикрикнуть. Это вообще легко. Миша потому, что умеет. Со мной-то он каждый день какие-то конфликты имеет. А с Алексеем, даже Алексей, он умудряется. Он сейчас сидит и слушает в соседней комнате. Смочь довести. Я никогда не слышала, чтобы Алексей кричал на своего старшего сына. Чтобы Алексей кричал на Олега. Но на Мишу не так часто, но тоже бывает. Миша мастер. Миша может. А ты баклажаны не хот... Ой, кабачки не хотела бы. Да уж не хотела бы, наверное. А то мало ли. Съел все, говорит, мало ли. Вернуть? Вкусное. Жена делала. Вкусно. Молодец. Не магазинное. Вкусненько. Все вкусненько. Поэтому больше читаем морали, но можем и прикрикнуть. Можем в угол поставить, но очень редко. Вот я как сказала, раз в 1-2 года. Как-то так. Елена Смирнова. Добрый вечер. А расскажите, пожалуйста, что с образованием в Турции? Вы считаете его лучше, чем в России? Какие плюсы, какие минусы? Образование в Турции? Ну, мы это не учимся в Турции, собственно говоря. Ну да. Особо ничего рассказать. Ну так, только поверхностно. Мнение наше. Я не считаю его хуже, чем в России. Или лучше тоже. Мы, конечно, не знаем. Хуже, но лучше. Или лучше, да. Вот. Но я знаю, что учителя здесь достаточно сильные, что в школах, в государственных школах здесь зарплаты такие, что люди держатся за свою работу. Здесь очень высоко ценятся учителя. Вот. Что нельзя сказать о нашей стране, да? За такой нелегкий труд я считаю, в нашей стране учителя недополучают, да? Ну да. И поэтому Поэтому и отношение ко всему этому процессу у них такое. Вот. Сколько, собственно, они за это получают. А в Турции мне известно, что очень сложно в принципе устроиться в государственную школу на работу, потому что там нет вакансий. Ну, редко бывают вакансии, потому что люди держатся, никуда не уходят, потому что очень высоко оплачиваются такие профессии, такая профессия. Вот. И, соответственно, теоретически могу сделать вывод, что поскольку люди держатся, люди больше ценят, люди по-другому относятся, может быть, даже лучше. Хотя мы не учимся, опять-таки, это не точно, это наше лишь предположение. А так, такой вопрос мы можем более подробно и точно обсудить даже не в следующем году, а, наверное, через года полтора, когда уже хотя бы полгода наши дети проучатся в турецкой школе. В следующем году мы их планируем туда отдавать. Думаем пока. Думаем, да, во всяком случае есть такие мысли. Вот. И также мне известно, что турецкие аттестаты, дипломы, они больше котируемы в мире, чем российские. Ну да. Во всяком случае, турецкие дети запросто учатся в европейских странах, в учебных заведениях, из-за океан могут поехать учиться. как сказать, это проще, это проще сделать, чем с нашим образованием. Вот. Хотя наши и высшие учебные заведения не ценятся за границей, там буквально кроме двух, там 1-2 этих учебных заведения, которые ценятся. И то из-за того, что там не все специальности, а узкие специальности. Типа физик-ядерщик, физик-математик, то есть вот эти все физмат и так далее. что раньше, например, таких хорошо за границу приглашали. А сейчас не знаю. Сейчас образование у нас с одной стороны, по статистике, если посмотреть, у нас очень высокий уровень людей, количество людей, получивших высшее образование, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас в любой подворотне заходишь, там, филиалы института, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, там у них ни классов, ни шиша нету, как-то они занимаются. О чем мы говорили? По поводу того, что наше образование нигде не ценится. Я знаю, что люди где-то в других странах пытаются с нашими дипломами, так сказать, устроиться. Помимо того, что диплом там перевести, ну это плевое дело, как говорится, требуется подтверждение, а зачастую просто переобучение, потому что наше образование, к сожалению, мне кажется, что не идет вперед. Хотя, опять же, нас при этом сравнивают по количеству получивших высшее образование там с Японией, с Кореей, насколько там какие там шаги делают наука и техника, в этих странах и наши тоже. У нас каждая девочка идет на бухгалтера или юриста, а мальчик идет на менеджера кого бы какого-то ни было, или экономиста. опять-таки, то, что вы спрашиваете, какое образование в Турции, мы не можем ничего сказать, мы не учимся в Турции, мы учимся в московской школе, я могу рассказать об удаленной школе свое мнение, если это нужно. Пишите в комментариях, если это нужно, мы поднимем эту тему на одном из следующих мукбанков. Но в Турции мы не учимся, насколько мне известно, мы же тоже, как бы, мы же не закрытая страна, мы все видим, мы смотрим тоже блогеров, да, в таких странах, как Корея, очень развитая страна, вот в плане науки, да, как сказал Алексей, и каких-то там еще изобретений, да, техника тоже там, техника, да, вот, но у меня племянник ходил в детский сад в этот, в Корее, у меня есть знакомые в Южной Корее, у меня есть знакомые, которые обучают детей в Южной Корее, да, у них там учеба намного, как это сказать, не то, чтобы интереснее, а менее требовательное, что ли, у них все как-то вот, особенно в начальных классах, в игровой форме, у нас-то сядь, по стойке смирно, руки сложи и отвечай строго вот так, и учи таблицу умножения со второго класса, ну, в общем, а там все, все учебники основаны на то, чтобы как можно ярче, как можно больше картинок, вот, но тем не менее, видите, в итоге, когда человек вырастает, несмотря на то, что во втором классе он рассматривал картинки и играл с учителем, а не учил таблицу умножения, несмотря на это, страна более развитая, делаю вывод, что вот это вот наше российское муштрование, оно, блин, только нервы рвет человеку. Ну, я думаю, что просто получается, ну, мы вот сейчас видим, что у нашего образования разные цели. У нашего образования, у российского, цель, чтобы ребенок сидел смирно, поднимал руку по сигналу, по сигналу приходил на урок, по сигналу уходил с урока, то есть, делал законопослушного человека, который ходит по линейке, шаг лево, шаг право, нельзя и думает только в соответствии с линией партии. Ну, помните, да, еще это у нас было в Советском Союзе, у нас сейчас, ну, получается, ничего не поменялось в результате. Да, я хотела добавить. А в других странах получается наоборот. Ребенок маленький, да, ну, первый, второй, третий, там, какой класс еще, у них еще в попе шило, они еще бегают, скачут, а их заставляют сидеть, понимаете? Да, наши тоже, у наших тоже в попе шило, им хочется скакать, прыгать, играть, а их заставляют сидеть, а там не запрещают. Против природы человека, получается, да, в результате, вроде как идут на поводу у детей, да, но с другой стороны, результат-то получается тот, что люди работают, что страна более развитая, страна развивается, становится богаче, становится лучше, становится, ну, все становится лучше, понимаете? Но ты еще, вот ты сказал фразу, что, а там, по звонку приходят на урок, по звонку уходят на урок, но, чтобы потом он ходил на работу, и с работы. Я, например, помню такую фразу от учителя, не знаю, было ли у вас такое, звонок для учителя, сели, и пока учитель не разрешит, блин, вставать нельзя. Вот это тоже, да, фраза. И сама тоже у нас учебная, вот, например, на Западе, я тоже, как говорил, такой пример приводил, несколько раз я читал в литературе, что, например, идет урок там, какой-то там, психологии, допустим, и там задается вопрос, по студентам, и студенты, или школьники, начинают как-то отвечать. Самое главное в их ответе, чтобы у него было свое мнение, оно должно отличаться, нельзя, чтобы он стал и пробубнил, все то же самое, что написано в книге, он должен встать и выразить свое личное мнение к этому вопросу. И даже если она будет вообще неправильной, вот с этим, что в книге написано, не будет сходиться, это отлично, оно должно быть свое личное мнение. Вот это приветствуется в учебных заведениях на Западе. На Западе, да, в Штурции мы не знаем. Мы не знаем, как здесь, что, как тут, ну, поэтому нам интересно, все, что мы видели сейчас, например, то, что, вот, мы живем в комплексе, да, прям во двор, прям приезжает марш, маршрутка, как, школьный автобус, он подписан, мы раньше не знали, что это за автобусы, мы только вот сегодня поняли, что вот эта надпись, на задней двери окул, и такие стрелки черно-желтые, это школа. А я знала. Ну, мы, ты знала с вчерашнего дня, вчера тебе перевели шкул, окул, скул, окул, скул, окул, этот, английское и турецкое слово похожее, слова похожее, школа. Раньше они часто встречались на улице, хотя автобусы, но я, например, не знал, что это означает. Это школьный автобус, он прям заехал во двор, девочки из соседнего корпуса вышли, сели, может, тут еще там, сели и поехали на занятия в школу. То есть, человек, когда в школу устраивают, его так оформляют, записывают, где живет ребенок, и спрашивают, нужен ли автобус. По-моему, они платят за него, но говорят, что деньги небольшие. Какие-то небольшие деньги, что на такси не навозишься однозначно. И автобус каждое утро приезжает, каждое утро уезжает, забирает детей и обратно тоже привозит. Тех, кого не привозят, сколько было народу, я не знаю, стояло на дороге. Короче, мы поехали вечером в Эрдемли, там куча школьников, большая толпа, не знаю, сколько человек, 40, может, 50 стояло на обочине. Все хай-скул, они все старшеклассники. Они старшеклассники, но они младше чуть-чуть Олега, по-моему. Но они, факт, что не десятые, не выпускные классы. Уже вот такое там, лет по 12, наверное, много народу стоит на дороге. Стоит, одна машина стояла, или сколько полицейских машин стояло? Не помню. Но одна точно стояла. Стоит машина, полицейский машет, и эти маршрутки останавливаются. Кому надо, садятся ли дети, я вот домой с учебы. То есть, полицейский смотрит, чтобы был порядок, чтобы, не дай бог, что-то куда-то. Они где-то отучились, вышли на дорогу к остановке, и, наверное, так каждый день бывает. Вряд ли они, вчера вот они так вдруг во вторник решили. Дай-ка сегодня поставим гаишную машину и, так сказать, детей отправим. Они садятся, всё, то на маршрутку садятся, они садятся, платят за проезд, по-моему, так же, как мы примерно платят. Просто они ближе туда, кардамли ближе, и они платили чуть меньше за проезд. Нет никаких скидок за детям, так сказать, школьникам. Ну, это что касается организационных моментов, а что касается самого учёбы, ничего пока сказать не можем. Опять-таки, повторюсь, мы учимся удалённо в московской школе. Если есть вопросы по этому, рекламировать я её не буду, потому что лично я недовольна. Я знаю очень много довольных, счастливых людей, и, собственно, и мы пришли в эту школу тоже по рекомендации самых там счастливых на этой планете людей из-за того, что они попали в эту школу. но лично мне не нравится. Если интересно, пишите в комментариях, мы снимем без названий, без ничего, не рекламируя никого, просто скажем мнение, плюсы и минусы об удалённой школе в Москве. Вот, что касается турецкой школы, поговорим об этом через полтора года. Опять же, я могу добавить, что это мнение будет половинчатое, о том, что она не нравится, потому что как занимается Олег, вполне нормальное удалённое образование, а с Мишей, конечно, намного тяжелее. Именно из-за того, что тяжело с более младшим, менее усидчивым школьником заниматься. Более младшим, менее усидчивым, да, я тебе хочу сказать, что Олега в возрасте не все такие ответственные, как Олег. Ну, это да. Вот будь Миша с его характером, с его вообще вот всеми качествами, положительными и отрицательными, будь Миша в 10 классе сейчас, мне кажется, было бы намного больше проблем, чем с Олегом. Возможно, да. Ну, туда, от человека зависит. от ребёнка зависит. Для Олега подходит такое обучение, для Миши категорически нет. И Олег говорит, наоборот говорит, вот говорит, по этому предмету у нас, например, вообще ничего путного не было, не было ни, как они, ни на урок, ничего путного не было, домашки были у нас практически отсутствовали, то есть, мы ничего не делали такого, что было бы, во-первых, важно, ну, нужно бы делать на этом уроке, во-вторых, мы ни хрена от этого знания не получали, а сейчас, говорит, какие-то вопросы задают, что-то рассказывают, показывают, прям, говорит, прям мне нравится, говорит, вот предмет мне прям. Да, но поскольку последствия мишаной учёбы все шишки, вследствие мишаной учёбы все шишки летят на меня, поэтому лично мне не нравится. Да, то есть, Оля не справляется. Да, я не справляюсь. Вчера, вчера мы поехали на рынок, а я уже настолько, у меня уже настолько нервы расшатаны, вы, наверное, по влогу заметили, что, например, вчера не было влога, настолько вот вообще нет ни настроения, ничего, я вот нахожусь в состоянии такого, знаете, не то чтобы стресса, а вот такое состояние вообще. То, чтобы стресс. Стресс, да, это всё-таки. Таблеточку надо тебе. Таблеточку надо, да, и Алексей мне говорит, ты иди, мы сами справимся. Я спокойно уехала на рынок, значит, и тут получается... С соседями на машине они ездили. Да, с друзьями нашими на машине, значит, уехала на рынок с друзьями, тут получаю, значит, сообщение от Миши. Мне никто не помогал, у Миши два. Я всё превратила, ну, как бы я, естественно, переживала, сама еду, настроение на нуле, а с друзьями, чтобы подержать разговор, я начала всё это в шутку переводить, стала показывать, что на прошлой неделе абсолютно по всем домашним заданиям пять, 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 я говорю, вот занималась с Мишей я, а вот занималась... Четыре там была одна. Нет, на прошлой неделе? Там есть одна четыре, да. За литературу, что ли? Я не знаю, какой-то четвёрка там стоит. Нет. Нету. А если не смотрел, четыре было. Это английский ты увидел этой недели? Нет, на той неделе все пятёрки. И открываю эту неделю, а вот это говорю, Алексей сказал мне, иди на рынок, ни о чём не думай, я буду с ребёнком заниматься сам. Два. Она как начала смеяться, браво, Алексей, браво. А Миша тут не обращался, ничего, сидел-сидел, потом слышу, начинает шуметь, ругаться, возмущаться на Олега, то, что Олег ему не помог в этом английском языке разобраться. Вообще, меня, во-первых, не спрашивали, а во-вторых, те вопросы, которые там написаны, я бы не смог ответить корректно, если честно. Я английский, вот эти все правила, вообще от меня далеки, я просто, у меня есть какой-то словарный запас этих английских слов, и всё, это он достаточно маленький. Ну да, как оказалось, после общения с нашими друзьями у тебя даже меньше, чем у меня словарный запас. Я с ними сложно, но процентов 30 разговора я могу поддержать на английском с ними, а Алексей вообще не может. Я слова знаю, но вот как их состыковать, нас в школе этому не учили, в институте тоже. Это уже твои проблемы, учи, сиди и учи, никто тебе не мешает. Вот, мы говорили про образование, короче, смотря какой ребёнок, смотря какие родители, я очень, как это сказать, переживаю за всё это, если бы мне было бы до фонаря, я бы, может быть, сказала, да, да, нормально, ходить никуда не надо, ездить, тем более, отлично, но так как я очень сильно близко к сердцу всё это принимаю, переживаю, вот, мне не нравится. Подробнее поговорим чуть позже, если вам будет интересно, пишите комментарии. Ну, а это видео уже совсем вас заболтали, будем заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите, или привет, или вопрос. Нам очень приятно с вами общаться, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите ещё, увидимся снова. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok